И еще раз всем привет. Сразу скажите такой вопрос. У нас есть хакеры в аудитории? Нет. Хорошо. Кракеры, кардеры не признаются. Ладно. Значит, если есть, то настоящие хакеры. У нас сегодня конференция посвящена IT-трендам. И я для нас приготовил горяченькую подборочку трендов по уязвимости. Мы посмотрим чуть-чуть назад, посмотрим вперед. И посмотрим, что вообще происходит на рынке безопасности. Происходит с безопасностью продуктов, интернетов, вот этой нашей сети и так далее. Кто по теме доклада, кто знает, что такое АВАСП? Раз, два, три. О, говорите хакеров. Окей. Значит, АВАСП топ. Заходили, читали, пробовали то, что у них происходит. Отлично. Мы сегодня поговорим о топчике АВАСПовском. И посмотрим. 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 Нет, не посмотрим. Да, посмотрим. Посмотрим, что дальше. Оба мне. Я не так давно ушел из… Попытался уйти из этого вашего quality. нашего quality, конечно же, перешел в PM, но quality штука такая, которая затягивает, и бросить ее невозможно, поэтому я опять же здесь. И несмотря на то, что сейчас делаем проекты и отвечаю полностью за проект, не только за его качественные начали. Люблю open source и являюсь немножко параноиком, чем хочу заразить ИВАСП. Мы поговорим, как я уже говорил, мы поговорим сегодня о трендах. Мы поговорим, почему так происходит, что происходит, почему оно так происходит. Рассмотрим, как работают наиболее распространенные уязвимости, почему мы их допускаем, как они работают, что с этим делать, как бороться. И пробежимся по полезным инструментам. Я надеюсь, нам хватит на это времечко. Поехали. Тренды. Кто попадался… Люди, которые поднимали руки, которые знают, что такое ИВАСП. Зачем вы туда ходили? У вас взламывали ваши продукты, ваши сайты? Или вы, наоборот, не хотели, чтобы это допустить? У кого были случаи взлома, у кого на сайты вешали эксплойты, руппиты и прочие такие штуки? У кого? Ну, это круто. Либо нам везет, либо мы крутые специалисты. Это хорошо. Кто самостоятельно в процессе тестирования своих сайтов находил уязвимость, эксплуатировал ее, до чего-то доводил? До конкретного. Какую уязвимость находили? Окей. Какую уязвимость? Привет. Окей. Оранж нам говорит… Статистика Оранж. Я, честно, искал красивую статистику, но основная статистика всех компаний, которые занимаются уязвимостями, защитой и так далее, она интерактивная, категорически советую посмотреть на Bitdefender, на Microsoft, там можно даже на тот же AVG, но оно интерактивное, там такие звездные войны происходят, кто кого атакует, чем. Вот за скриншотить не получится, а анимашку, ну, мою тон вставлять в презентацию. Оранж – достаточно большая компания, оператор, занимаются разработкой и всем, чем только возможно. Они говорят нам, что за только 11 февраля у нас в мире произошло более 30 тысяч атак, которые можно рассчитывать по приоритету, по важности, серьезности, можно оценивать как критические или очень важные. Википедия нам говорит, что за 2019 год больше 2,5 миллиардов уникальных записей пользователей было выложено на продажу. Среди них было почти 800 миллионов e-mail-адресов с явками, паролями и 21 миллион уникальных паролей. Это статистика того, что тренды, то, что у нас сейчас происходит в сети в мире. И это нам говорит Википедия о том, что это только было выложено на продажу. То есть, какая подводная часть айсберга, вы, я думаю, понимаете. Вот это есть в Вики. Хакеров у нас нет, но у вас мы знаем. Тут то же самое. Еще немножко статистики. Менеджер любит эту штуку, менеджер любит циферки, статистику и так далее. Не знаю, видно. Видно. Что у нас происходит по распределению? То есть, больше всего у нас спамят, бэкдорят и всякий malware впихивают на наши продукты, на наши сайты. Эта аналитика уже идет от Secure. Это GoDaddy-овский проект выходцев из GoDaddy, который направлен на информационную безопасность. Ребят, много интересной аналитики. Хотите, зайдите, посмотрите. Ну, при этом они еще продают свои сервисы, да. Сервисы покупать не обязательно, но аналитика у них хорошая. Что это нам говорит? Что атаки происходят, атаки происходят вполне успешно. И следующий слайд. От того же Secure. Ну, да, практически. Это про, что происходит у нас, если продукт атаковали, сайт атаковали. Подняли панику, разобрались, в чем дело, как так произошло. Закрыли уязвимость, почистили свой код. Что происходит дальше? Дальше происходит вот это вот. Потому что статистика по перезаражениям продуктов нам говорит о том, что это вполне успешная штука идет. По, что в перезаражении происходит вполне успешно. Дырку нашли, дырку закрыли. Еще 10 рядом их никто не исследовал. Соответственно, Кулхаскер идет, смотрит на этот же сайт. Ай, блин, мою malware удалили. Что же мне делать? А давайте я ее рядышком посажу. И садит ее рядышком. Самое интересное, что больше всего из вот этой статистики, самое прикольное, то, что больше всего страдает финансовый сектор или те, кто по перезаражениям, те, кто работает с кредитными картами, работает с биллингом и так далее. Потому что по перезаражениям в топчике у нас скиммеры и перехват данных кредитных карточек. Что еще может, что еще, какие еще данные, что можно перехватывать, что можно, зачем заражать сайты? Давайте пофантазируем на эту тему. Зачем, вот поставьте себя на место хакера, зачем бы вы заражали сайты, сайты, продукты, искали уязвимости, эксплуатировали их? Ребята. Майнинговые операции. Ну да, блокчейн, 21 век. На самом деле зря смеетесь. Майнинговые операции очень часто после изобретения JavaScript майнеров, то есть начали даже вешать баннеры, которые у вас, вы заходите на страничку, они у вас открываются и начинают майнить, 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 майнить. Что еще? Ну, вымогательство денег, да, зашифровать на порнхабе контент. Ну, ладно, не на порнхабе, на каком-то сайте поменьше. Зашифровать контент и вымогать деньги – вариант. Из владельцев, из тех, кто просматривает. Еще варианты. Куки. То есть зашел на сайт, рядышком открыта вкладочка в Криватбанке, брали куки и понесла. Как бы разделить. Я для сегодняшней презентации поделил их следующим образом. Это кража непосредственно каких-то данных, которые находятся на веб-сайтах. То есть данные, самые простые кредитные карты, да, мы смотрели про скеймеры. Что еще может быть? Есть хеллскер, который у нас уже тоже начинает переходить в сеть, он начинает более-менее распространяться. И там есть медицинские карты пациентов. Можно потом шантажировать кого-то, что он к трактологу ходил, например. Ну, это примеры из, понимаем так, без реальных людей, событий и так далее, они просто появляются. Один из примеров по чувствительным данным был буквально пару месяцев назад в Украине, несколько месяцев назад в Украине, когда пришла новая администрация по диджитализации. Это сейчас я цитирую Униан, что ли, новости. Пришли новые ребята, пришли новые менеджеры, им показали, IT-команда им показала дашборды с атаками в день, они сказали, вау, много, и уволили IT-команду. Ну, логично, еще нас атакуют, мы уволяем IT-команду, которая должна защищать. И все, атаки прекратились, дашборды прекратились. Как бы все классно, через месяц появляется новость о том, что государственный конкурс на дэшпосады, все резюмешки, все персональные данные всех кандидатов, они утекли. Ну, то есть дашборды показывали, наверное, не зря. Второй, ну, это вот к данным воровать. Второй момент, который можно использовать, это использование самих ресурсов веб-сайтов. Ну, самый простой это спаминг. Мы получили доступ к чему-то веб-сайту, получили доступ к СМТП и начинаем слать. Можно слать спам, были случаи, когда слали спам с имейл, получив доступ, слали спам с легитимных адресов жертвы, которые получили доступ. То есть он как бы и не спам, но прилетает письмо от приватбанка, открываешь, а там ВИАГа. Но это если приватбанк похакали. И, правильно говорили, крипто-джекинг, майнить ресурсы жертвы компьютера. И как оно у нас происходит? На каких уровнях можно атаковать наши веб-аппликейшн? Мы посмотрели зачем? Смотрим как. Здесь практически типичная на диаграммке, практически типичная схема построения веб-аппликейшн. У нас в самом низу находится какой-то дата-центр, клауд, веб-вэр и еще что-то. На нем висит хардвер-виртуальная машинка, операционка, основка самого нашего веб-сайта, окружения. И дальше погнали база, языки программирования, HTTP-сервер, что-то еще, что у нас есть на сайте. И дальше фронтенд, бэкенд, у кого какие еще есть сервисы. Как думаете, на каком уровне этапе из вот этого можно атаковать? На всех. Да, грустно, но правда на всех. Говорить мы сегодня будем только о верхнем, о веб-аппликейшнах. Если говорить о всех, ну тут надо на недельку нам арендовать это место. Говорить мы будем о вебе. Вебом в современном мире больше всего занимается Avasp. Кто знает, классно. Это очень хорошо, что вы про это знаете, то, что вы к этому пришли. Кто не знает, Avasp это open-source организация. Когда собрались энтузиасты, решили, а веб сейчас такой вот небезопасный, давайте мы что-то будем делать, чтобы ситуацию улучшить. И начали делиться опытом, начали делиться статьями, попридумывали инструменты, начали контрибьютить в комьюнити. Как это сейчас мне не так говорить. Avasp нам выдает по запросу топ-тен, нам выдает вот такие вот штуки. Из них самых, наверное, интересных, которые мы рассмотрим, это будет две. Это самые такие типичные, на которые все нарываются, с которыми можно тестировать, чтобы оно у нас попадало под QA поток. Которые можно активно тестировать. Это SQL инъекции и cross-site scripting, XSS. Вот тот самый пресловутый. И поговорим о каждой чуть-чуть. Основное, что кроме XSS и VIX, основное тестируется методом статического анализа и, в принципе, здравой логики. Учитывая по продуктам, оглядываясь назад по тем продуктам, которые у меня были, и по тем проектам, некоторые штуки, они были достаточно страшными. И сейчас буду рассказывать комедии, почему. Broken authentication. Давайте пойдем по списочку и потом дальше уже более детально. Broken authentication. У нас это какой-то доступ, который сломанная авторизация, которая позволяет, коррелирует с broken access control, которая позволяет, зная один какой-то аккаунт, зная какой-то один, одни какие-то явки пароли, получить доступ либо к остальным, либо к недокументированной функциональности, которая как бы не должна быть для этого аккаунта доступна. Самый простой вариант. Broken WIC authentication. Роутеры у всех есть. Ладно, пароль на роутер вы мне все равно не скажете, скорее всего. Логин. У кого логин админ на роутере? Поднимите руки. Стыдно? Ну, у кого пароль админ на роутере, не поднимайте руки, ну вы поняли. Ладно, это на вашем роутере, но вы учтите, что он тоже смотрит наружу куда-то в интернете. А если это на каком-то Hellscare банкинге и так далее. У меня был опыт с одним из проектов, на котором в продакшене ребята создавали тестовые аккаунты. Есть бизнес-анализ, есть всякие ребята из бизнеса, которые не в разработке. В разработке не участвуют. Говорят, дайте нам какой-то аккаунт потестировать. Знаете, мы вам создали админский аккаунт, дальше разбирайтесь, сами создавайте. Хорошо, заходим через неделю, смотрим. Админский аккаунт. Все хорошо, продакшен торчит наружу. Пароль на админском аккаунте, тест раз, два, три. Маленькими буквами. Ну, паспорт будет первым в табличке перебора, тест раз, два, три, ну, пускай там, двадцатым. Ребят, почему, как так? Ну, нам сложно запомнить, мы его шарим. В смысле, с кем вы его шарите? Ну, там кому-то что-то надо посмотреть. Ребята, у вас продакшен. Как вы его можете шарить? Другой замечательный продукт был разделение параллелям доступа. Все классно, давайте скроем админку. Написали админку, админки не было, написали админку, давайте мы ее скроем. Давайте мы ее скроем. Что мы сделали? Мы убрали кнопочку админка на фронтенде. То есть, убрали ссылочку. Ну, класс. Заходим под любым пользователем, у которого нет права, у которого есть права под админом, у него есть админка. У которого нет прав, как бы у него админки нет. Вбиваем урл админки, попадаем на админку, делаем что хотим. Разделение доступа нет, не слышали. Ну, как бы вскрыли, вскрыли. Уязвимость, ну, как бы такая, достаточно серьезная. Еще интересная штука есть, sensitive data exposure. В чем смысл? В том, что наружу, либо незащищенные, либо слабозащищенные, у нас торчат данные, которые могут представлять интересные фунт-хаскеры. Тоже не буду называть один из проектов, не буду называть детали по проекту, но ребята посмотрят, они потом себя узнают. Наружу торчит предыстория. Есть некая компания, есть некий продукт, с ним что-то там происходит у него внутря, по результатам этого, того, что происходит, генерируются биллинг документы. Двойсы всякие, оплаты, кто кому столько должен, с циферками, с адресами, со всем биллингом. Нормальные биллинг документы, которые потом подписывают бигбоссы и отсылают в налоговую, в банк еще куда-то. С этой стороны все хорошо. Проблема начинается в том, что документы, они доступны в продукте, они доступны бухгалтерам, бухгалтера их могут скачивать, редактировать на месте. И вот эти вот сгенерированные PDF-ки, они доступны по прямой ссылке. Понимаете, да? Усугубляем, они доступны по прямой ссылке без авторизации. Вообще. То есть, да, там хэш. Имя файла это хэшик, md5хэшик. И md5хэшик.pdf. Просто вбиваем, не надо ни авторизацию, ничего, просто вбили в браузер, посмотрели. Зная, там, один-два таких хэшика, можно, там, путь идет еще с последовательностью, можно выгрести вообще все. Натравив обычного паучка, можно выгрести вообще все. Финансовые данные, финансовая информация. Почему нет? Оттуда же, интересно, тоже туда же в копилочку к этим трем, тоже, наверное, не совсем корректный вопрос. Кто, поднимите руки, кто хэширует пароли на своих продуктах, на своих файтах, продуктах. Кто хранит пароли в базах данных? Раз, два, три, четыре. Хорошо, вы их хэшируете? Ну, про продукт, конечно же, непонятно, что не руками. Вы их солите. Хэш плюс соль. Один из, тоже один из случаев, как делать не надо, туда же в копилочку по уязвимостям. Был замечательный продукт. Пароли хэшировали надежно в MD5. И ко мне постучался как-то заказчик по этому продукту, говорит, слушай, у нас там вот ужас-ужас. Дай пароль, логин, я твой так знаю, дай пароль, я пойду, проверю, посмотрю, что у вас там за угол. Говорит, не, пароль не дам. Пароль мой, это же мой пароль, зачем тебе его знать? Ну, ладно. Я же инженер. Иду в базу, беру хэш. И что-то, то ли затмение, то ли солнечное, то ли лунное было. Взял и вбил этот хэш в Google. Google мне взял и выдал пароль. Вот такая интересная штука. Потом уже размотал, пароль, кстати, был типа QRT раз, два, три. Это очень секьюрный. Оказалось, что Google, сейчас есть куча сервисов, которые переводят практически все, что угодно в хэши. MD5 один из алгоритмов, и Google все это дело еще индексирует. То есть, MD5 хэш можно просто вместо того, чтобы его обратно там перебирать, GPU-шки подключать, его можно тупо на Google. Не пользуйтесь MD5, солите хэши, это такой совет. Да, конечно. Есть, солить хэши, есть, при хешировании можно брать просто хэш, можно добавлять к нему соль. Соль – это произвольное какое-то значение, хэш произвольного значения, который берется там откуда угодно, от даты, от мышкой подергать, от чего угодно. То есть, это какая-то рандомная, псевдорандомная штука, которую вы вплюсуете со своим хэшиком, и хэшик уже, он необратимый становится. Окей. Security misconfiguration. Нужно объяснять? Нужно. Кто ставил Apache, MySQL, там LAMP сервер стандартный? Ставили. Вы его потом настраивали? Ну, например, чтобы он не запускался под VVV Data пользователя, под пользователем 3WData, порт поменять, еще чего-то. Размеры буфера, типа live, в PHP, например, ModularWrite выключить. Если этого не делать, то настройки по умолчанию, они бывают часто достаточно как это, подступными. И их можно, выкатили, надо быстро, там выкатили, не настроили, поставили, не настроили, выкатили, а там уже решето. Бывает такая штука. Кто следит за, кто использует фреймворки, давайте так, в разработке? У кого на продуктах используются фреймворки в разработке? Класс, класс. Все остальные пишите свой код? Немножко отойду сейчас от фреймворков, по поводу своего кода. Я обожаю программистов, которые пишут свой код и которые пишут свои алгоритмы в security. Шифрование, авторизация, неважно. Почему они, особенно когда они это делают, вот мы напишем сейчас свой алгоритм, его никто не знает, алгоритм шифрования паролей, его никто не знает, его не взломают. Особенно те программисты, решать за этим программисты, которые учились в НКИ, Николаевский кораблестроитель институт, они же самые умные. Кроме них в НКИ никто больше не учился, эти алгоритмы, которые проходили они, больше никто в мире не проходил. Но это же НКИ. Соответственно, отреверсить этот алгоритм практически невозможно, он стопудово будет надежнее IES какого-нибудь или SH512 хэша. Вот, окей. Возвращаемся к фреймворкам. Кто пользуется фреймворками? Вы следите за обновлением компонентов своего фреймворка. Ну, или те, кто пользуется третьепартийными какими-то библиотечками для, ну, там, не знаю, Fingerprint.js, недавно полиция наша использовала на своем, пыталась на других сайтах использовать. Вы следите за обновлениями библиотек, которые вы используете. Если не следите, у меня для вас плохие новости. Библиотеки, третьепартийные библиотеки и так далее, их тоже пишут люди. И эти люди допускают ошибки. Другие люди, которые, там, слайдика выше, они эти ошибки находят и используют вообще не во благо. Есть замечательный сайтик. Такой американский правительственный. Называется National Vulnerability Database. Американское правительство сделало базу данных, уязвимостей, которые находятся в разных продуктах, которые находятся в разных компонентах, open-source и так далее. И на этот сайт их можно найти, зайти, вбить туда, не знаю, вы используете Wordpress. Вбили Wordpress, посмотрели, в каких версиях Wordpress, какие уязвимости были найдены, какая их критичность. У меня были healthcare-проекты, для которых в соответствии вот этому национальной базе уязвимостей, она была критична, она прописывалась в критериях приемки проектов. И если хоть один из компонентов находился в этой базе данных, его нельзя было использовать, третий партийный компонент. То есть если его заносили в эту базу, его нельзя было использовать, либо нужно было подтвержденный workaround на то, что это уязвимостей закрытой, которая там была описана. Если на него ссылочка будет, в конце презентации будет пачка ссылок, по ней можно ходить, гулять, презентация будет доступна. Ссылки полезные. Ссылка на National Vulnerability Database, она там будет. Зайдите, посмотрите, вбейте ради прикола туда свои компоненты, которые вы используете, третье партийное. Посмотрите, вдруг они там есть. Ну, из такого, из статического пробежались по всему. Давайте посмотрим, как у нас работает наша самая попса, которая уже сто лет в обед, но тем не менее она все еще есть и все еще работает и постоянно находится по 30 тысяч в день и больше. SQL-инъекции. Это пример использования реальной SQL-инъекции в реальной жизни. Ну, попытка. Говорят, эта попытка увенчалась успехом. Я не знаю, насколько, да, там видно. Я не знаю, насколько, каким конкретным успехом она увенчалась, но знаю, что следующая попытка у чувака в Америке, она увенчалась успехом со стороны говермента. Знаете эту историю, да? Для тех, кто не знает, товарищ решил заэксплойтить полицию, или кто им там штрафы выписывает, поставил себе на номера нау и поехал. Ну, превысил скорость, его сфоткали, сфоткали, определили, записали в базу. Ну, нау записали в базу, там же ребята, вот эту штуку уже знали, которую описали софт для тех полицейских американских. Они про эту штуку знали, они уже сэкронировались. Ну, вот и в базу они записали текстовое значение нау. И когда они экранировались, все записи в базе, которые нау, они тоже перешли в текст, не было ничего. Ну, нау туда система писала, когда не смогла распознать номер, не смогла зафиксировать номер, там еще чего-то. Нет номера нау. И тут чувака записали нау и связали с его регистрацией, где у него номер нау был, когда он регистрировал машину. И ему прилетели все штрафы за несколько лет, которые они могли распознать все остальное, которые система не смогла распознать. Окей, молодец. Как это работает в практике? Атакующий заходит на какой-то сайтник, домен на какую-то веб-страничку, смотрит, анализирует, если там есть SQL-код, и пытается этот SQL-код воткнуть в запрос, который уходит на сервер. Если сервер просто принимает запросы и просто его парсит, то он, скорее всего, этот код выполнит. Он выполнит код, атакующий получит выборку из базы данных, и как будто он напрямую пошел это дело в базу вбил. Ничего сложного, самый простой, это, наверное, более сложный пример, это формочку. То есть, что здесь происходит? Здесь выбирается из таблички логинов, выбирается логин, выбрать все, или там выбрать логин-пароль для сравнения, где логин такой-то. Что делает атакующий? Атакующий условие where SQL-код приводит к тому, чтобы оно всегда выдавало true. То есть, грубо говоря, он вот этим or 1 равно 1, 1 равно 1, это всегда истинно. Вот этим or 1 равно 1, он нивелирует условие where user id, или там username равен такому-то. И в итоге получает всех пользователей и все пароли. То есть, пароль он не вводит, сравнение просто закрывает. Можно делать так, не знаю, насколько хорошо видно. Там у нас аналогично идет Selectic, аналогичная атака просто в браузерной строке в get-запросе. Опять же, если ваш веб-сервер не фильтрует get-запрос и просто передает на бэкэнд то, что получил, бэкэнд его исполняет, мы получим SQL-линею. Как с этим бороться? Это можно брать и программистам говорить, что ребята, делайте вот так. Использовать api, которые не передавать через свою api напрямую то, что прилетело с фронтендом. То есть, не брать те данные, которые прилетели с фронтендом, и сразу пихать их в базу, а как-то их обрабатывать. Нам нужно поискать пользователя, сделайте метод, который будет искать пользователя у вас на бэкэнде, передайте пользователя ему, отфильтруйте этого пользователя, и он пускай его уже ищет и отдает вам результат. В принципе, с input validation то же самое. Фильтруйте валидацию. Сейчас есть куча библиотек, которые практически на всех языках, которые позволяют эскейпить, которые позволяют приводить код к тексту. И на фронтенде, и на бэкэнде. Код не должен быть кодом, который исполняется, который, если вы что-то передаете в другой компонент, это касается SQL-инъекций и XSS-ов. Если вы что-то передаете в другой компонент, это не должно быть кодом, оно не должно быть исполнимым. Лучше всего, когда это текст. В туда же XSS есть два типа, три типа. Stored, Reflected и DOM. Мы посмотрим сейчас на два типа, потому что три мы 100% не успеем. Reflected и Stored, они самые распространенные, самые интересные. Reflected, XSS. То же самое, как мы увидели с SQL-инъекцией. Мы передаем код. Веб-сервер нам возвращает ответ, на наш запрос возвращает ответ, который содержит и наш код, который мы передали в том числе. Код исполняется в браузере у жертвы, жертва от RPA. Пример использования. Подскажите, где вот так вот можно кинуть ссылочку и поиспользовать? Спам. Просто спам. Вам прилетает, не знаю, хочешь выиграть, тусни сюда. И вы тут, скажете, у вас в браузере исполняется код и пошел майнить, майнить, майнить. На самом деле, чаще всего не майнить, чаще всего это сдернуть все куки и сессии и прочее, что у вас есть на компьютере. Но не суть. Чем эта атака подкожная? Тем, что сокращатели ссылок, они очень здорово помогают эксплуатировать вот такие уязвимости, если они есть. То есть мы кидаем сокращенную ссылку, бит ли там, бла-бла-бла, и у нас уже не видно километра кода, который за ней стоит. Переходим, она нас редиректит на get-запрос уже с кодом, код, сервер возвращает код, он исполняет. Собственно, пример. Более, но опять же, здесь нужно, чтобы жертва сама отуснула по ссылке. В store.xss не нужно, чтобы жертва отуснула по ссылке. Нужно не эскейпить код, который вводится в какие-то формы или как-то вводится в базу данных и который участвует в генерации нашей конечной HTML или HTML.js или в конечной нашей страничке. И выполнится в браузере. То есть смысл идет тот же. Сначала мы инсертим код в базу, причем можем легитимно сохранять, самый простой вариант, это комментарии на форуме. Сохранили с кусочком кода. Сначала потестировали, что оно у нас сохраняется, а потом сохранили с кусочком кода. Люди зашли прочитать сообщения, и там вот такое. На самом деле, опять же, кулхадскеры и прочие злодеи, они alert не пихают в свои CSS-атаки. Скорее всего, будет просто текст красивенький, а то, что под капотом выполняется JavaScript и пошел ванить, мы об этом и не узнаем никогда. Ну, пока Chrome не повиснет. Или не Chrome. Что с этим делать? С точки зрения продукта. Валидировать то, что пользователь вводит. Сейчас есть куча, опять же, тех же валидаторов, эскейперов, которые на фронт-энде, на этапе input, они превращают все в текст. Пробовал, знаю, ты туда пихаешь alert.xss, он тебе выводит просто текст на alert.xss. Обидно, капец. Использование фреймворков, которые автоматически это делают. Тот же React, он автоматически фильтрует CSS. Во фреймворках могут быть баги. Баги во фреймворках находятся, поэтому используйте фреймворки, но смотрите, все ли вы закрыли. В принципе, не только недоверенные HTTP-запросы, все остальные HTTP-запросы тоже можно, эскейпить и можно фильтровать. Данные фильтровать есть смысл на всех этапах. На этапах, когда вы, на этапах фронт-энда, когда вы только ввели данные, на этапах бэк-энда, когда вы получаете данные. Потому что, если у вас REST, какой-нибудь REST-FOOL или REST-LESS проект, то вам данные можно послать напрямую в форме, напрямую в endpoint, простите. То есть, не надо заполнять форму, и, соответственно, никто тогда код не заскейпит. Фильтруйте код, который кладете в базу, и фильтруйте код, который вы достаете из базы, который отдаете на фронт-эн. Паранойя, но уровень фильтрации, она в этом плане поможет. Есть еще классная штука Content Security Policy. Это Mozilla разработали, они все это дело встроили в свои Firefox, и форсят, по миру, в браузерах, в остальных браузерах, чтобы его тоже использовать. В принципе, все современные браузеры детектируют попытку XSS, и об этом, как минимум, сообщают, делают красные экраны, большие глаза, и страшные. По умолчанию Content Security Policy, она не включена, ее можно принудительно включать в вашем продукте, на ваших страничках. Окей. Полезное. Что у нас есть полезного? Времечка у нас еще. Да, ну ладно. Быстро, 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 быстро. Кали, Linux, Варшарки, NMAP, ZENMAP, это больше все-таки к низким уровням атаки. Все ссылки кликабельны, по всем ссылкам можно пойти, по всем ссылочкам можно почитать, скачать, попробовать. И потренироваться. Из самого интересного, ВАСП-ЗАП, тот самый пресловутый open source, который умеет очень много всего, он умеет и SQL-инъекции, автоматически проверять. Если кому-то ленте сидеть ручками подбирать это дело, анализировать, можете разобраться с ЗАПом, натравливать его на ваши продукты, он часть работы сделает за вас. Ну, думать он за вас не будет точно. Метасплоид фреймворк для всех уровней отлично заходит. Про него пару раз рассказывал Сверуслав, который плагин для логин. Можно посмотреть его презентацию, можно посмотреть тренинговые виды по метасплоиду. Еще у нас есть специализированные тулзы для SQL-инъекций. SQL Ninja, SQL Map, SQL Ninja достаточно классная штука, классные штуки, которые позволяют в полуавтоматическом опять же режиме, думать они за вас не будут, но позволяют провести достаточно серьезный аудит. Есть еще и XSS тулы. BARB шикарен, но BARB, к сожалению, платный. На просторах интернетов есть, скажем так, обесплаченные версии BARB. Его можно попытаться скачать, но учтите, что все, что обесплаченное, оно, скорее всего, не просто так. И так же, как с видео на YouTube, пользователь будет платить за рекламу только, возможно, в биткоинах. И сэндбоксики. Категорически рекомендую Lamp Security Training, BWAP, тоже отличная штука. Это сэндбоксики, это то, что у нас... Вот сэндбокси, это песочница в традиционном понимании этого смысла. Lamp Security Training, Metasploitable, BWAP, это виртуалки с уязвимыми продуктами. Виртуалки, причем одни из последних, там развернут Lamp, там развернуты разные сервисы, их можно качать себе, разворачивать у себя виртуалку, натравливать на них то, что вы посмотрели, скачали, то, что вам понравилось в предыдущих двух слайдах и мучить, 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 мучить. Там есть уязвимости, там вы их можете находить, вы их можете тренироваться, закрывать на этих виртуалках. И всячески прокачиваться в этом плане. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok